Здравствуйте, дорогие друзья, садоводы и огородники! Я снова рада с вами встретиться. И как всегда у нас пойдет с вами сегодня разговор о рассаде. Сегодня мы с вами еще поговорим о перце. Это такая, в общем-то, довольно-таки всеми нами любимая культура. И сейчас мы без нее не можем никак обойтись. Я вам уже ранее показывала. Я показывала, как я сажаю перец в улитке. Вот я вам хочу посмотреть. Видите, какой перчик? Мы буквально недавно только смотрели, только показывали из петельки. А уже посмотрите, как он подрос и какой он хороший. Мне задают вопрос. Юля, а как вы смотрите на то? Ну, в принципе, и многие говорят, так делают. Чтобы посадить то же самое типа этой улитки, но только завернуть туда вместо земли, положить туалетную бумагу. Ну, вы знаете, я вам хочу сказать, растение нужно питание. Ну, это равносильно тому, что нам скажут, ешьте туалетную бумагу. Ну, ну как такое? Я считаю, это неудачный способ посадить перец в туалетную бумагу. Чем удачный вот этот мой способ? Я вам расскажу. Порой, порой я даже не пикирую этот перец. Вот, или пикирую. Если он подрастет, и я его буду пикировать, я вам покажу. Я его буду пикировать в пеленке. Но у него сохраняется хороший корень. Он не поврежденный. Я просто разверну эту улиточку и буду пикировать. Порой, порой я что делаю? Ну, бывает у меня очень много рассада, и времени не хватает. И вот в таком состоянии я вам тоже покажу. Я специально оставлю одну улитку до высадки в грунт. И я вам покажу, какой вырастает перец, даже без пикировки и без всего. Я также разворачиваю улитку, и я этот перец просто сажаю уже сразу в теплицу. Вот видите, ему же хватает здесь питания. А в туалетной бумаге... Ну, я сомневаюсь, что он вырастет до нормального, большого, взрослого перца. Я еще... Вот сейчас мы о чем еще поговорим. Что я еще использую для посадки? Вот я хочу обратить ваше внимание. Вот посмотрите. Это не покупной ящик. И у меня их очень много. Они разные. Это бросовый материал, который в супермаркетах выбрасывают. Это овощные ящики. Что я делаю? Вот посмотрите внимательно. Видите, я беру этот ящик, затягиваю пакетами для мусора, вот так, затягиваю. И сюда ставлю стаканчики. Наш перец, вы знаете, дорогие мои друзья, он, ну не очень он, конечно, любит, чтобы его вот тревожили. Вот эта пикировка. Он долго перебаливает. Я, вы скажете, ну ты же вот, допустим, пикируешь. Я вам хочу сказать следующее. Я и пикирую, и не пикирую. То есть я сажаю несколько, ну множество каких способов у меня существует. И я каждый раз, не останавливаясь на одном способе, я делаю с пикировкой и без пикировки. Вот я хочу внимание обратить вот на эти стаканчики. Посмотрите, сколько их входит в этот ящик. Значит, что? Это, опять-таки, это подложка для ламината. Мне задали вопрос, сказали, что я якобы нарушаю экологию, вот это вот все как бы выбрасывается. Ну вы знаете, ну мы же выбрасываем тоже в мусор и пластиковые бутылки, и пластиковую посуду. Ну что ж поделаешь. И я просто не храню эти стаканчики. Мне задали вопрос, а как вы сажаете, как вы вытряхиваете рассаду из этого стаканчика? Я не вытряхиваю, я просто стаканчик разрываю, аккуратно все складываю в мешок и выбрасываю в мусор. Потому что я считаю, вы, может быть, посчитаете, что я, может быть, как говорится, не экономная хозяйка, но я просто не хочу это вот все хранить и захламлять, как говорится, свое помещение. Вот посмотрите, вот это вот у меня заготовка. Высота этой заготовки 10 сантиметров, я делаю стаканчик. Длина этой заготовки 20 сантиметров. Вот я сделала стаканчик, видите, что, посмотрите внимательно, что я делаю. Я беру вот этот стаканчик, вот так, и как бы я его подворачиваю. Вот с таким подворотом стаканчик я использую перец, вот в такой размер я стаканчик сажаю. Можно посадить вот так же огурец. Для помидора, конечно, стаканчик должен быть больше. Для чего я подворачиваю, я вам объясню. Вот видите, все стаканчики у меня стоят подвернуты. Мы, значит, что? Этот вот ящик я буду сажать без пикировки. Семена я замачивать не буду. Я буду сажать сухими семенами. Вот как раз-таки из фикс прайса. Вот такая конусовидная у меня сажалка. Я буду в ней делать вот так отверстие. Вот так вот. Я надеюсь, вам видно. Вот, видите, вот как аккуратно получается вот такое отверстие. И сюда я буду сажать семена перца. Каждый стаканчик я буду сажать по одному семени. Вот, и посмотрите внимательно, для чего я подвернула. Перец, когда у нас будет расти с вами, ему, может быть, даже и не будет хватать этой земли. И тогда что я сделаю? Я просто-напросто возьму, разверну вот так стаканчик. Видите, какой он у меня уже получится большой. То есть он у меня по высоте получится 10 сантиметров. И я сюда добавлю земли. То есть перцу до высадки в грунт будет достаточно этой земли. Вот, значит, вот такую информацию я вам хотела рассказать про перец. Кстати, сроки. Мне задают вопрос, Юля, какие сроки посадки перца? Перец я всегда сажаю с 1 февраля по 15 февраля. Мне задают вопрос, пользуюсь ли я лунным календарем. Нет, я никогда не пользуюсь лунным календарем. Мои правила это не сажать в полнолуние, когда в полнолуние я стараюсь ничего не сажать. И, в общем-то, есть такая довольно-таки старинная примета. Но, в принципе, вы знаете, она работает. То есть как бы сажать, всё сажать в женские дни. Понедельник мужской не сажаем, вторник не сажаем, сажаем среда, пятница, суббота и воскресенье. Вы знаете, я пробовала. Действительно, растения очень хорошо растут. И как-то я стараюсь вот этого придерживаться. Лунный календарь я не использую. Вот даже, к примеру, сейчас я посмотрела в лунный календарь. Там посадка перца чуть ли не в конец февраля выпадает. И что? Если мы посадим с вами перец в конце февраля, естественно, мы никакой урожай не соберём. Вот. Это мои такие правила. Задают вопрос по поводу подсветки. Нет, я свою рассаду никогда не подсвечиваю. Есть достаточно света на окне. Я делаю просто... У меня рассада растёт на окнах как бы в два этажа. Бывает и в три этажа. То есть, что я делаю? Я вам расскажу. Я беру фруктовые ящики. Вот, ну, не такие. Есть, знаете, более глубокие фруктовые ящики. И с двух сторон подоконника, вот с одной стороны вот так я ящик ставлю, с другой ящик ставлю. Сверху я кладу доски и на них ставлю вот такие ящики с рассадой. То есть, у меня получается ещё второй ярус. Конечно, когда это устройство, я, как говорится, взгроможду на окно, я вам обязательно, обязательно покажу, что это такое из себя представляет. Ну, вот что ж, пожалуй, сегодня о перце мы пока с вами и закончим. Наши беседы и наш разговор. До новых встреч. Пишите, задавайте вопросы. Пока. С вами была Юлия Меняева. С вами был Игорь Негода.